Далее в нашем эфире программа Город сегодня. Здравствуйте. В ночь на 5 мая закончилось онлайн-голосование конкурса для актюбинских мам Асылана-2016. В такой форме через собственные презентации в интернете у нас впервые выявились самые яркие и интересные женщины. Благодаря этому конкурсу актюбинцы узнали истории очень многих семей, в которых мамы преуспевают и в работе, и дома, и в общественной жизни. В финал по 20 номинациям вышло по три участницы. Кто из них станет победительницей в звании «Мама-инженер», «Мама-экономист», «Мама-педагог», «Медиамама», «Мама-золотые руки» и так далее, будут решать члены жюри с учетом голосов, собранных в интернете. Как и во всех конкурсах, уже есть и благодарности, и критика. Вот что написала одна из участниц Бибигуль Кушикбаева. Это событие призвано поднять значимость работающих женщин, показать, каких высот может достичь обычная мама. Приятно, что прошла дальше, но даже если не выиграю ничего в финале, не расстроюсь. Не это главное в моей жизни. Первостепеннее знать, что я все равно буду любима своим мужем и буду нужна нашим детям. Не только финалистки, но и все желающие могут принять участие в первом областном форуме «Асыл-Ана-2016», который пройдет 7 мая в ресторане «Атамикен» с 12 до 19 часов. Ну а вечером состоится объявление результатов конкурса и вручение премии в номинациях «Асыл-Ана». Сегодня у нас в студии. Организатор конкурса «Асыл-Ана» Гульбара Морзогалиева. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как идея пришла создать подобное мероприятие у нас в октябре? Так как мы мамы и еще сами работаем, и также у нас есть агентство, и есть свои интересы, и мы хотели таких же мам, как мы, собрать и на одной площадке, обсудить, как можно это все совмещать. Были какие-то вопросы, ответы, и хотели, чтобы все активные мамы города могли собраться и об этом поговорить. Интерес в октябре был потрясающе большой. Столько ярких женщин, необычных судеб. У одной, допустим, семеро сыновей, другая вырастила троих приемных детей. Многие создали свой бизнес. Как из них-то, собственно, и выбирать? Когда мы вообще обдумывали идею, было культивирование семьи, многодетности, брака. Поэтому мы хотели, чтобы как можно больше участниц участвовало. И, конечно же, очень рады тому, что это такой масштаб охватило. И город, и женщина города решили также заявить о себе. И, конечно, попробовать свою силу. Если честно, мы думали, что меньше будет мам. И очень рады тому, что на самом деле женщины описали о себе, рассказали, поделились о своем семейном счастье, о себе рассказали, кем они являются. Конечно, очень было приятно наблюдать, что такое вот именно активное участие принял. Такой отзыв вообще увидеть было очень приятно. С этими мамами, из них, как все знают, во второй тур прошли 60 мам. Из 60 мам у нас всего лишь 20 номинаций. На 20 номинаций, значит, как все знают, это было голосование в соцсетях, а также у нас на сайте. И по голосованию есть там мамы, которые больше голоса набрали и так далее. Но у нас также есть оргкомитет, где также мы будем отбирать по историям. Потому что есть настолько уникальные истории о тех мамах города, которые... Это непридуманные, да? Это непридуманные абсолютно, это те настоящие истории. Даже было в соцсети, одна мама написала, что я готова отдать все свои голоса ради вот этой, например, мамы, которая также соревнуется со мной в этой же номинации, что она именно заслуживает эту номинацию и достойно этой премии. Какие награды ждут победительницы? Награды, если открыть вам секрет нашей премии, то это будет статуэтка именная, плюс к нему официальный диплом. Затем это будут различные подарки от наших партнеров, которые с удовольствием с первых дней отозвались и поддержали нашу идею. И многие предложили свои продукции, большие крупные компании. Форум будет проходить с 7 мая с 12 часов дня до вечера? С 7 вечера, да. Форум – это не только премия, хочу сказать всем. Дело в том, что на форуме у нас будут спикеры. Спикеры – это приглашенные гости. Есть из Астаны у нас телеведущая и член Ассоциации деловых женщин Казахстана Динара Саджан. Мы ее специально пригласили, потому что она не раз также в Астане разные мастер-классы женщинам преподает. Затем есть психолог, который также будет на этом форуме у нас и консультировать, и также как спикер будет выступать. У нее будет тема о воспитании детей в современном обществе, поэтому хочу сказать, мы охватываем не только тем, что касается женщин, но также воспитание детей. А также с Астаны прилетит казахстанский известный дизайнер Найбай Кучуков, который покажет первый раз вообще в Казахстане, в нашем городе, свою новую коллекцию, называется Найль Китс. Поэтому будем очень рады видеть всех на этом показе, всех мам с детками на перерыве выставка-продажа. Есть очень много компаний, где мамы являются руководителями, где они захотели также принять участие на выставке, показать свои продукции, поделиться с жителями города. Там же они все могут приобрести. Есть что-то, что наши, например, рукодельницы, скажем, да, сами сделали. И есть большие компании, как косметические, тоже будут продавать там и для детей также. Психолог будет консультировать, у кого будут вопросы, мамы могут отдельно прямо поговорить с психологом. Это тоже предусмотрено. Для тех мам, которые придут с детками, у нас тоже предусмотрена программа, это будут аниматоры, которые будут развлекать деток. Плюс Атамикен предложил мастер-класс по приготовлению пиццы. Это будет также в отдельном помещении. Детьми будут заниматься. То есть мамы будут на форуме отдыхать, дети будут развлекаться. Спасибо, Гульбара. Надеемся, что форум пройдет на ура. О нем много говорят, о нем много пишут. И уже о нем много кто знает. 7 мая в ресторане Атамикен. Ждем всех с 12 дня до 7 вечера. Организаторы конкурса «Осы Лана» не ставили задачу выявить наиболее выдающихся женщин Актюбе. Ведь понятно, что для каждого человека самая лучшая его родная мама. Но взглянуть по-новому на роль женщин в семье и обществе такие конкурсы позволяют. Еще раз хочется сказать спасибо мамам. Оставайтесь молодыми, активными и счастливыми. На сегодня все. Всего вам хорошего и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин